Ребята, всем привет! Наш с вами любимый YouTube полнится роликами чудными на тему как похудеть за неделю, как похудеть за один день и как стать сильнее за неделю. Вот я наткнулся на такой ролик, в котором из пяти советов только два было действенных. Остальное все полная дичь. Растяжка, раскатка роликов, фумролла и всего прочего. А два совета было действительно интересных. Это первый совет был поднимать предметы с пола над головой. И второй совет был гнуть металл. То есть 50% на этом канале правды, половина неправды для хайпа. И канал, по-моему, кстати, так и называется Top Hype. В общем-то, что я могу сказать от себя по поводу того, что стать сильнее за неделю. Стать сильнее за неделю, как ни странно, можно. Но чуть-чуть, совсем немножечко. Вот я сейчас все продолжаю бодаться с вызовом Кляйна. Кто не помнит, посмотрите видео. Суть которого заключается в взятии и жиме гантелей, либо гирь с пола над головой. Собственно говоря, то движение, о котором шла речь в ролике. Подъем отягощения с пола над головой. И это действительно развивает, укрепляет. И я чувствую, как становлюсь сильнее. Если 6 недель назад я две 35-килограммовые гантели ели один-один раз осилил, то сегодня я уже сделал два повтора и третий раз закинул, но не пожал. А учитывая то, что сегодня четверг, соответственно, я работал до этого 3 дня в неделю. Уже усталость немножечко накопилась. Суть-то заключается в том, что я поднимаю 5 подходов. Первую неделю по 5 раз, потом по 6, по 7, по 8. Потом добавляю вес на 2,5 килограмма на каждой гантели. И опять 5, 6, 7, 8. И вот сейчас я дошел до 30-килограммовых гантель в одном зале и 27,5 в другом. Просто так уж получилось, что в том зале, в котором я работаю через день, там только 25 и 30. С 25 я уже вырос и перешел на 30-ки. А в другом зале 27,5, но они 27,5 и по факту весят все 30. Поэтому вот такой у меня скачок получился с 25 на 30-ки. Но я выполняю их на этой неделе по 6 раз. И почувствовал, что как-то мне самого потянуло попробовать себя на 35-килограммовых. Вот, собственно говоря, что из этого получилось. Так что, как вы видите, ребята, прогрессировать можно. Но, конечно же, не за одну неделю. Хотя и за одну неделю, вроде бы как, получается стать сильнее. Потому что на первой неделе делаешь по 5 раз, на следующей неделе делаешь по 6 уже раз. Соответственно, силы прибавляются. И движение, по большому счету, как я уже отмечал, уникальное. Потому что если слабая спина и ноги, ты не сможешь сделать взятие. Если слабый пресс, корпус и опять же те же ноги, не сможешь стабилизироваться и пожать. Ну, а, собственно говоря, сам жим явно зависит от силы плеча, трицепса, рук. Если будет слабое предплечье, гантели попросту не будут контролироваться. Будут вылетать уже на фазе старта. Поэтому, ребята, вот, собственно говоря, движение уникальное, которое позволяет стать сильнее. Я обязательно буду продолжать вас держать в курсе дела того, как идут дела. Я 6 раз в неделю поднимаю, один день отдыхаю. Естественно, в понедельник легче всего дается. Может быть, как-нибудь на свеженькую я попробую сделать 35-ки и посмотрю, что из этого выйдет. Ну, а, собственно говоря, сгибание металла. Тут немножечко история сложнее. Потому что тот же гвоздь 200-ку не все с первого раза смогут погнуть. Поэтому, ребята, если решили сгнуть металл, тоже нужно делать это осторожно. Делать защиту на края того же гвоздя, чтобы не пораниться. И лучше начать с изометрических упражнений. Растягивать цепь, растягивать, гнуть веточки, как делает Александр Зас. В общем-то, ребята, выпуск был такой подводящий. Итоги после 6 недель работы в одном и том же движении 5 раз в день с отдыхом не менее чем полчаса между подходами. Естественно, в такой манере не каждого получится. Не каждый имеет доступ к снарядам. Но если это делать, эффект будет действительно заключаться в росте силовых показателей во всех движениях. Я чувствую, что я и шмурговать больше стал. И вчера выложил видео, как гирю 32-ку на попа пожал на 5 раз, даже на 6-ой закусился. То есть силы прибавляются, несмотря на то, что есть небольшой такой фон усталости. В общем-то, ребята, становитесь сильнее буквально с каждой недели. Продолжайте следить за видео. Делитесь им с друзьями. Ставьте лайк, кому это нравится. И обязательно напишите в комментариях, кто также пробует выполнять этот вызов Зиммунда Кляйна. А на сегодня все. До скорых встреч. Пока-пока.